Итак, снова здравствуйте! Я приветствую вас на своём канале Здоровье и Красота от морковки. И в этом видео я хочу продолжить тему, связанную с клещём. Потому что очень много есть вопросов, связанных с этим. Как лечиться, как быть. В общем, много-много вопросов. Но в частности, конечно, люди хотят вылечиться. Это действительно неприятная вещь, или вернее насекомое, которое поражает кожу человека. Итак, что это за насекомое? Давайте немножко поподробнее. Понимая физиологию чесоточного клеща, ты понимаешь, как с ним бороться. Итак, чесоточный клещ, попадая на кожу человека, делает в нём отверстие и начинает там развиваться. Как это происходит? Значит, попадая, проползает под кожей несколько миллиметров. И обычно это происходит ночью, когда человек спит, делает ходы, вот это насекомое. И обычно ходы делает самка. Потом, чтобы он нужно спариться, ей нужно вылезти на поверхность кожи и найти самца и с ним спариться. Понимаете, какая ситуация? Итак, хочу сразу отметить, что за минуту чесоточный клещ проходит 2,5 см. То есть, представляете, если прошло 10 минут, то за 10 минут это насекомое, этот чесоточный клещ проходит 25 см. То есть, он может переползти куда угодно. В частности, если рядом с вами находится какой-либо человек, жена или ребёнок, или просто сосед, то этот чесоточный клещ переползает и начинает жить на этом человеке. Поэтому на это стоит обратить внимание. Ну, сейчас я тоже попозже об этом скажу, что нужно сделать, чтобы этого не случилось. Продолжаем. Чесоточный клещ, продолжительность жизни, которая составляется, кстати, до 6 недель. Когда самка оплодотворилась, она залазит под кожей, делает несколько миллиметров прохода и откладывает яйца. Яйца обычно до 4 штук. После этого яйца развиваются и превращаются в взрослых насекомых, то есть, вот этой чесотки, в течение 2 недель. Всё, они развились, начинают вылазить и начинается новый процесс. Итак, как же бороться с этим клещом? Какая профилактика для этих целей нужна? Итак, послушайте мой метод, который я вам хочу предложить. Конечно, он может не подойти вам совершенно, может быть, частично подойдёт. Может быть, какие-то вещества, которые я вам предложу использовать, будут вам аллергенны. Поэтому, прежде чем это использовать метод, вы сначала проконсультируйтесь со специалистом. Это, конечно, нужно сделать обязательно. А так, это для информации, для того, чтобы вы знали. И если вдруг кто-то воспользуется, то, как говорится, на свой страх и риск. Впрочем, как и таблетки, когда мы глотаем, тоже на свой страх и риск. Помогут, не помогут, но тем не менее, глотаем. Ну, ладно, это так, отступление. Давайте перейдём к делу. Первый момент. Чесочный клещ, как я вам рассказал, живёт полноценной жизнью только ночью. То есть, когда начинает темнеть, и до утра он начинает ползать, двигаться этот клещ, делать свои дела, размножаться, короче говоря. И всю ночь человек начинает чесаться. И он может расчесаться до того, что просто вплоть до крови, то есть до ран. Поэтому это очень неприятно. А днём всё успокаивается. Человек ходит, ну и практически не чешется. То есть, ничего не происходит. То есть, днём этот хозяин, в кавычках, кожи, спит, и ничего не происходит. И так каждую ночь. Как-то потемнело, человек начинает чесаться. Утром проснулся, прекратилось. Теперь смотрите, что нужно сделать, на мой взгляд. Первое. Чтобы не заразить людей, нужно спать на отдельной кровати. То есть, отдельно от других людей. Дальше. Нужно спать не просто, скажем так, в одних трусах. А нужно, значит, одеться в такую одежду, которую покроет человека полностью. Для чего это нужно? Для того, чтобы клещ, который выполз, не прополз куда-то дальше. Он останется под одеждой. И дальше уже, как бы, ну, остается в одежде. Уловили мысль, да? Дальше. После того, как вы утром проснулись, берёте эту одежду и отправляете на стирку. А на кровати, в которой вы спали, постельное бельё, тоже желательно сразу отправить на стирку. То есть, это нужно будет делать каждое утро. Для того, чтобы вдруг, если какой-то клещ где-то выполз, остался на поверхности, или там выпали, скажем так, яйца, то вот это всё можно было, значит, уничтожить сразу. И не дать этому, этой болезни развиваться дальше и на кого-то попасть. Значит, после того, как вы закинули одежду в стирку, можно, кстати, не обязательно закидывать, можно просто пропарить паром, либо, значит, прогладить горячим утюгом для того, чтобы просто прогреть и вот это, скажем, сжечь вот этих клещей, или всё, что осталось. Кровать, кстати, можно будет пропылесосить, либо чем-то обрызгать, теми такими веществами, которые растворяют. Ну, это обычно вот спирт, либо есть какие-то вот соды. Да, знаете, берёте соду, обычную соду, посыпали, она полежала, потом просто пропылесосили и всё. Клещи в соде жить не могут, они умирают. И пропылесосили всё, у вас постельное бельё будет чистое там. И также, кстати, желательно, также, не желательно, а нужно делать ежедневную утреннюю уборку вообще по всей квартире. Поэтому, чем чище в вашей квартире, чем чаще происходит мытьё квартиры и замена, самое главное, белья, постельного белья, периодически, тем самым вы уменьшаете вот это вот развитие и этого клеща, чтобы он где-то ещё там не появился. То есть, убираете его следы. Следующий момент. После того, как заскинули бельё, вам нужно, то есть, человеку заражён, нужно будет сразу помыться. Это тоже по этой же причине. То есть, если где-то яйца остались, там где-то клещи, там не успели уползти, вы их просто смываете. Ещё важный очень момент. Когда вы начинаете мыться, для лучших целей, на мой взгляд, может любое мыло подойти, но вот я считаю, самое лучшее мыло и мыло с глицерином. Тщательно намыливая и намыливая с помощью мочалки всё тело. Вот так вот намыли мылом, намыли, намыли с мочалкой. Для чего это нужно? Во-первых, когда вы тщательно намываете, то вот эти отверстия, которые были сделаны этим чесоточным клещом, они как бы замыливаются. То есть, туда попадает мыло. А мыло, между прочим, убивает чесоточного клеща. В их ходы попадает от мыла и достигает до них самих. То есть, убивает. Вот яйца, кстати, может быть и не убить. Хотя, должно бывать. Но вот сами клещи, они просто подыхают от мыла. Таким образом, вы просто уничтожаете. Дальше. А с мочалкой, вы как бы делаете, во-первых, это массаж. То есть, массажируется более эффективно. Снимается, конечно, роговейшая кожа, под которой, кстати, может тоже находиться клещ. Потому что клещи, они могут залазить на практически, ну, не то что любую глубину, но они могут, они в основном находятся на поверхности. И тем самым, вы как бы разрушаете их домик. Дальше. После того, как намылили, используя мочалку. Кстати, мочалку не надо каждый день использовать. Лучше там через два, через, ну, в лучшем случае через один день, там, через сутки. А так два дня, раз в три дня, вернее, этого будет достаточно. Потому что каждый раз натирая кожу, вы просто, и новую кожу просто тоже можете повредить. Поэтому это ни к чему. Далее. Значит, после того, как всю эту процедуру сделали на мыле, не смывайте, а ставьте на мыленном своё тело в течение 5-15 минут. Для чего это нужно? Для того, чтобы мыло начало эффективно уничтожать. Дело в том, что мыло не сможет сразу, знаете, вот нанесли там и смыли. Ну, грязь смоет, конечно, там. Кого-то там, как говорится, зацепит, того и смоет. Но, чтобы эффект был максимальный, чтобы максимально мыло проникло и достало этого клеща, нужно подождать. Вот оно подождали, оно проникло, и клещ умер. И это, между прочим, работает. И так нужно делать каждое утро. Если есть возможность, то вечером тоже так же перед сном намылились. А вот намыливаться вечером перед сном желательно и мыть своё тело дегтярным мылом. Вообще можно дегтярное мыло использовать и вместо, скажем, хозяйственного мыла. Дегтярное мыло, вот этот дёготь, который там присутствует, если он там, конечно, присутствует, он обладает такой специфичностью. Во-первых, он лучше уничтожает этих клещей. Намного лучше. Во-вторых, этот запах, если, к примеру, рядом с вами, ну, нет возможности с кем-то, скажем так, вы спите на одной кровати, нельзя как-то разделить, то если вы оба намылены, или там ваш сосед намылен, жена там и так далее, дегтярным мылом, то вот этот запах, он препятствует вот этим паразитам попасть на кожу. Они просто его не любят, вот этот дегтярный запах. Да не только-то. Между прочим, эти клещи вообще, много сейкомых не терпят, не терпят дегтярное мыло. Кстати, видео у меня об этом есть по поводу дегтярного мыла. Очень-очень эффективное средство. Это вот такой вот момент. Далее хотелось отменить. После того, как вы подержали тело, ну, 10 там минут, предположим, вы это смываете. И вода должна быть горячей. Почему? Горячая вода, значит, во-первых, создаёт лучшие условия, то есть распаривает, как бы, кожу. И горячая вода, она также растворяет и убивает вот этих насекомых. Поэтому вот этого клеща убивает, в том числе и яйца. Горячая вода, она просто, как бы, сваривает. Понятно, что если вы, чтобы себя не сварили, ну, насколько получается терпеть. Плюс вы почувствуете, знаете, когда, ну, кожа обновлена, получается, когда вы помыли всё, конечно, будет такое, наверное, даже вот, ну, чувствуется не то, что там ожог, ну, неприятные ощущения. То есть будьте аккуратны с горячей водой. Когда горячей водой промыли, руку вымыли всё тело, то горячая вода также способствует именно вот уничтожению вот этих клещей. Далее, после того, как был, вот эта процедура утренняя была сделана, нужно намазать своё тело каким-либо кремом. Крем для тела можно, в принципе, любой использовать. В частности, если брать натуральное, то это оливковое масло. Ну, вообще, в принципе, можно любое масло использовать. И вот сейчас я вам покажу. Мёд. Также можно использовать и мёд. Замечательный продукт. Для чего это нужно будет сделать? Те клещи, которые ещё остались, они где-то там вы не смогли с ними справиться до конца. Значит, замазали. И тем самым ходы, которые у них, у них же отверстия, им же тоже надо дышать, как-то жить. Вы как бы эти отверстия тоже замазываете. И тем самым перекрываете им дыхание. Плюс масло или мёд, они глубоко проникают под кожу и также не делают сладкой жизнь этим. Или делают сладкой жизнь этим клещам. То есть, они от этого начинают подыхать. Перекрывается кислород. То есть, знаете, закупориваются этим маслом или каким-либо веществом. Их рот, ножки, всё связывается. Они перестают просто двигаться. И вот я хочу сказать, если такую процедуру сделать хотя бы там две ночи, да сразу вернее, в первую ночь вот так вот сделали, ночью утром проснули, всё это значит на себе, как я объяснил вам, сделали, сразу будет облегчение. Намного будете лучше себя чувствовать. Намного. Плюс, вот по поводу, скажем, масла, вы не улучшите состояние кожи. Вашего тела. То есть, намазали всё тело. Это масло вообще, как бы, ну, и, скажем, используется вообще с древних времён. И в Греции, и в Риме, и вообще в разных странах. То есть, это нормальная, скажем, ситуация. Некоторые не просто каким-то маслом, а жиром намазывались. То есть, например, взять индейцев Северной Америки. Они вот особенно зимой использовали жир. То есть, намазывали голову, тело вот жиром. И, кстати, можете посмотреть на эскимосов. Они также намазываются жиром. Вот. Но у них там другие цели преследуют. Но в том числе, я думаю, и связано и с этим заболеванием, с клещом. Таким образом, закупорившись маслом или каким-либо щитом ходы, эти насекомые начинают подыхать. Вот такая важная процедура. И также ещё хотелось отметить. Дело в том, что клещи, они могут распространяться по своему телу неравномерно. И особенно там, где у вас чесалось, прям берёте хозяйственным мылом, так вот, натерли, размыли и тщательно-тщательно почесали. Прямо как бы втирая вот это мыло. И оставляете на целый день. Больше ничего не делаете. Также могу сказать, что если можно намазать тело и вообще на ночь хозяйственным мылом, так же намазались, или мёдом. А мёдом, конечно, можно испачкать кровать или маслом. Для этого что делаете? Значит, намазываете всё тело маслом, либо мёдом, и завернуть себя в какую-либо простыню, либо в клеёнку. Но в клеёнку не совсем желательно. Просто клеёнка не даст, скажем, испачкать какие-то вещи вокруг вас. Таким образом, вы не только поможете избавляться или полностью избавиться от клеща, либо почти полностью. Ну и также, кстати, омолодить тело. Потому что, как я вам сказал, это всё используется вообще с древних времён для оздоровления всего организма. А вот если намазывать мёд постоянно, периодически, то он помогает не только улучшить внешний вид кожи, но и также помочь с варикозным расширением вен. Конечно, это не всё. Конечно, есть много разных методик, связанных с лечением чесотки. То есть, с использованием серной мази. Кстати, она не считается полезной для организма. Но если просто другого нет, то это тоже используется. Используются такие вещества, как полынь и ромашка. Завариваете, много прям заваривается, концентрировано. Заливаете в ванну. Вода должна быть выше температуры тела, где-то градусов 40. Ну, чтобы было терпимо, чтобы не было вовреда организму. То, что у кого-то плохие сосуды, это может даже и повредить. Поэтому аккуратно нужно быть. Кто, в принципе, чувствует себя крепким, здоровым, у сосудов в порядке, то горячая ванна в таком виде, она будет очень полезна. Но так, если горячая ванна чувствует, что вам тяжело, ну, сделайте её хотя бы прохладной. И вот такой настой полынь и ромашки. Также можно использовать и шалфей, и... Да, разные травы можно использовать. И ложитесь в такую ванну. И лежите там 30-40 минут. В общем, пока не остынет. Можете добавить горячей воды. Вот это вещество или вещества, которые находятся в полынь и в ромашке, они обеззараживают. И они уничтожают вот этого клеща очень-очень эффективно. Поэтому, если я делаю это ежедневно и не один раз, то есть, два-три раза в день вот такие ванны можно комбинировать, пробовать, смотреть, какие вам травы лучше подойдут, то всё это в комплексе очень сильно поможет избавиться от клеща. В общем, вот такие рекомендации. Конечно, говорю, есть ещё различные там ещё способы. Но вот этот способ, я думаю, просто понимаете, в чём он более понятен. По деньгам практически дёшев. Вот сколько мыло стоит, да? Там 10-15 рублей. Мёд тоже, как бы, его много не надо. И вот эти профилактические меры или лечение, если делать в течение там одного-двух суток, сразу будет результат. А если это делать в течение там недели, то можно, я думаю, полностью избавиться. Если где-то там клещ не спрятался. И ещё способ, который, кстати, я вам так хотел рассказать, и сейчас вот вспомнил, что нужно его рассказать. Это баня. Нужно входить в баню. Пропариваться. Жар, пот. Просто вот когда начинает всё это выходить из кожи, когда начинаете потеть в бане, в парилке с веничком, да, то вот эта гремучая смесь, она просто уничтожает любой насекомый, в том числе и чесоточного клеща. Температуру никто не отменял. Они в ней дохнут. Поэтому хорошо пропариваться, а если ещё потом окунуться в ледяную воду, то вот этот процесс, знаете, он просто разрывает клеща. Вот. Убивает микробы, бактерии. Великолепная вещь. Это баня. И баня именно вот с закалкой. Может быть, не всем подойдёт, но тем не менее, кто чувствует, что он способен это всё выдержать, то это очень хороший, это просто замечательный способ. А вот теперь на этом всё. Будьте здоровы. Оставляйте ваши комментарии. В этом видео я хотел вам поподробнее всё рассказать. Конечно, может быть, это можно было всё и короче, там, в двух словах рассказать. Может, просто кто-то это сразу схватит, а кто-то, знаете, а кому-то нужно время вот это всё освоить, осмыслить, понять. В общем, вот таким образом. В общем-то, будьте здоровы. Оставляйте ваши комментарии. И до новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok